Это хороший день. Хорошо. Вы делаете то, что вы делаете. Акшай, прийти, можно будет послушать? Да, это Баба. После... Лизь не даршан. Лизь не даршан. О чем мы думаем, такое тело и получаем. А вот подумали, умерли. С мыслью о женщине, к примеру. Что дальше происходит? Это где-то записывается, отлаживается. Потом идем к Ямараджу. А потом уже получаем то тело женское, о котором думали? Или как сам процесс? Как это происходит? Он не совсем думает. Он именно поглощен определенными мыслями тем, что его приводит. Если он был всю жизнь привязан к женщине, то вот так. Не именно в момент смерти. Он именно в момент смерти думает о том, что его больше не беспокоило. Он отвечает, как последний вопрос из вашей книжки. Что мы думали о том, что мы думали о времене смерти. и мы получаем этот тип и он спросил, если кто-то думает о женщинах и после этого он идет в Ямарадж и он получает эту женщину? да, конечно, если это не ликвидство но женщины женщины, но любая женщина если думает о женщина, то получает женское дело любого живого чувства будь то корова сначала идет Ямарадж что там будет судить почему, 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 почему сегодня так много женщин но мужчины меньше, почему но после того, как мы думали о женщинах вот например, сейчас в нашем обществе мы можем видеть, что количество женщин намного превосходит количество мужчин, почему так? потому что в момент смерти большинство думает но они привязаны к женщине и они получают такие дела как люди, мы все должны стараться привязать свой ум к словам Господа но вместо этого мы привязываемся к женщинам наш цель чтобы установить в обществе такое понимание, что женщина это украшение общества все люди определяют цивилизацию ветвину ветвину вероятно от человеческого отношения и весь цивилизован мир строится в первую очередь на уважении к женщине Женщина, она как земля. Если вы уничтожите землю, то нет еды, ни еды, ни еды. И если вы будете как-то бегать на земле, то не будет никаких бозов, она не будет плодоносить. Да? Не так ли? Да. Таким же образом, если мы будем уважать землю и заботиться одни должным образом, тогда мы сможем получить хорошее урожай. Третья общественная общественность уничтожена из-за того, что это за женщиной. Женщина – это инструмент для удовольствия. И все наше современное общество, оно разрушено из-за того, что сейчас мы обладаем этой идеей, что женщина – это наш инструмент для наслаждения. Мы можем видеть, что сегодня в офисах, на ресепшене, везде женщины. Эророст – это все женщины. Эророст – это все женщины. В основном все продавцы – это женщины. Продавцы, в основном, это женщины. Адвертаменты, в разных картах – это все женщины. То есть реклама, продажа какие-то, все в основном занимаются женщинами. Мы просто используем женщин ради своих собственных наслаждений. И из-за этого все проблемы в нашем современном обществе. Подумаем, доходим до Ямараджи, потом это тело получаем или как происходит? Дион, он хочет знать все в деталях. Как только человек оставил его тело с этим телом. Ну, тогда я должен умирать. Тогда я могу сказать. Ты должен умирать. Сначала ты умирай, потом я могу сказать. Я просто говорю вам, что я могу испытывать в книге. Деталях никто не может сказать. Если кто-то может претендовать на это, как будто он знает, обладает каким-то знанием. Но это будет просто его спекуляция. А если мужчина и женщина женятся, обязаны ли они заводить детей? Потому что если мужики и женщины и женщины берут чай, то это может плать? Это для мужиков. Чай – пьесочки, собраться, представить! Христос, семьи. По идее, это как бы и есть цель этого брака, для того, чтобы привести в этот мир детей, преданных Господа и установить эту семью Кришны и продолжать служение Кришны. Служение Кришны. Служение Кришны. Если семьи не получают родителей, то есть еще один из других. Есть много хороста. Служение Кришны. Организовать дом для Кришны. И вместе сотрудничать и служить Господу. А вопрос какой был? Наказуемо ли то, что от него и детей в браке? Нету детей в браке. А, понял. Такой же, только с другой стороны подошел. Ну, вы что-то хотели узнать? Да. Еще какие-то девочки приходили где? Вопросы? Вопросы? Как правильно следовать Экадаши? Зажимные беты давать? Мантры для этого зажимка церадь? Ашта? Как правильно следовать Экадаши? Ни еды, ни воды, ни сна, только хорена. Одни сотки? 24 часа или 3 дня? Один день. 24 часа. 24 часа. No sleep, это не actual. Потому что мы обладали с душами. Поэтому Санатана Господа, который не может быть способен, который не может быть способен. Он не может быть способен, он может быть някта-упавас. Някта-упаваса Он дал нам такие наставления, из-за того, что мы обусловленные души, что если мы, так как мы не можем следовать этому на сухую, тогда нам следует принимать в этот день в пищу это корни, фрукты, молоко, но после захода солнца. Так же, если это возможно. Если невозможно, то хотя бы после полудня. Если и это невозможно, то и весь день просто ешьте. Главное, чтобы у вас было правильное настроение. Вот это упавас. В этот день он называется упавас. Это означает, находиться рядом. Упа это рядом, вас это находиться. Находиться рядом с Господом. То есть, как это сделать? Это посредством воспривания в 10 часов вечера, я бы сидел, повторяю, и присыпать заваливаю сейчас. И казаешь, как я засыпал, да? Все. Пошел праздник. Если, например, он праздник весь день, но в 10 часов вечера он начинает чувствовать себя спрятаться. Ашамарта, а кто не может следовать, а кто не может следовать, то они могут спрятаться, они могут съесть. Нет проблем. То есть, тут используется это слово Ашамарта. Ашамарта нельзя. То есть, это вот это наставление, которое дал Саната Нагасхамбад для тех, кто не может следовать то, как надо, что поститься целый день, и воспевать, и спать. Вот. И для них, Саната Нагасхамбад дал вот это настроение Ашамарта, что, если для них это невозможно, они могут и спать, и есть, и так далее. То есть, это не в полной мере засчитывается, если мы не можем спровидать, что мы не сможем действовать, mundial President поступаем. almost all benefit. Что такое? И как начинать Дикадыш pañад这ш car maVID? Если мы не можем соблюдать Дикадыш, но мы пытаемся как можно лучше его соблюсти, тогда мы все равно облетаем все коды на соблюдение его. Если мы просто пренебрегаем, Мы наедаемся там чрезмерно и ничему не следуем, тогда уже мы не обречем никаких кодов. И эта вопроса была, как начать? Значит, мы должны дать кое-что воу, или дать кое-что? Только хрена, в уповозе только хрена. «Давайте ближе к Богу». Вопрос был, нужно ли перед Икадаши давать какой-то обед, читать какие-то особые молитвы про намы. Гурадар сказал, что нет, только хрена. То есть весь этот день мы должны провести, как можно больше посетить воспевание с этой хрена. Как тебя зовут? Марта. Слава Марту. Вопрос? Пока нет. Пока нет? Вопрос. Вопрос. Махамани. От сознания, вишвамбара и сириматрия в Каране. Винтичные. Висхвамбар и махаправу. Висхвамбар? Висхвамбар. Махаправу. Шастра говорит, что Кришна снизошел сюда в умонастроении и приняв облик Шримати Радарани, лицвет тела. Умонастроение и служение у них идентично. Санима, кажется, никто не имеет вопросов. Наши вопросов используют меньше вопросов. Икадаши может начинаться с вечера, есть такое меньше, что вечером икадаши начинаются. Иногда икадаши начинаются с вечера. Это уже больше, чем 24 часа, правильно? Начинается с вечера. Начинается с вечера. Икадаши, после солнца, в любом случае, в любом случае, в любом случае, на солнце, на солнце. Нет, кроме Новоми. Рам Новоми оканде фоллот, если будет после солнца. Это хорошо для их девушек? Есть еще один гардер. Есть два гардера? Нет, 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 нет. Когда что-то приходит, после солнца, мы увидим следующий. Когда что-то приходит, после солнца, мы увидим урона дайор. Урона дайор. И разница. Урона дайор. Это означает, что двух часов и двадцать минут перед солнцем. Теперь мы увидим, что донадо. То есть 24 минут перед солнцем. Двадцать минут перед солнцем? Два часа – 24 минут. Когда звезды становятся за шесть дней до восхода Солнца, на данных это 24 минуты, то есть шесть на двадцать четыре, сколько будет? Два часа? Двадцать четыре минуты. Тогда мы начинаем следовать этому дню уже с восхода Солнца. Вы можете быть хорошим пандитом по вычислениям. Нужно понять, что согласно этому лунному календарю, день начинается с восхода Солнца, и заканчивается опять же с восхода Солнца. То есть с полуночи, как мы обычно считаем. С восходом. Я хотел спросить, вот Ачарья, башна, чистопеданный, он может быть как может быть? Я слышал в писаниях, есть такое привлечение, что выше самого Господа, могущественнее Господа. Я слышал, что Ачарья, это возможно, что Ачарья может быть более мощным, может быть более мощным, может быть более мощным, чем даже Бхагава. Ачарья может быть более мощным, чем Бхагава. Если рассматривать Ачарию с позиции милости той, которую он дает, то он превосходит Господа. Ачарья не хочет дать нам мощность, то Кришна будет не дать мощность. Почему? Потому что если Ачарья, он не хочет давать нам милость, то Кришна просто не сможет ее нам дать. И именно в этой связи можно сказать, что Ачарья занимает более возвышенное положение, нежели сам Господь. Но во всех других отношениях Ачарья всегда подчинены Господу. Ви imprisoned Ачарья говорит, что он говорит Бхагава. Как это было ср samborr��ıl? И Дом отец хлоп짇. Покажите, я отвечуrica, нет. И Авторчук говорит, да? Я настоящий, я эту presidentsу. А также, dear to the Lord, that much he has godliness of it. Godliness. Bhagavata. How much he is dear to the Lord, that much he has godliness. Bhagavata. Acharge. Acharge. Acharge, yes. Acharge, which is the good of Bhagavata. How do you say that all the material is going to serve as a pure and pure idol? Is it the same as all the gods, the doublins? Как правильно понимать, что вся эта энергия, дева и деви, и все, что есть здесь, они служат Ачарья? Они служат Кришну. Кришна не разумеется. Кришна — Ачарья — Манбиджани. Ачарья — Радарани. Следует это понимать следующим образом, что на самом деле они служат Кришне. Кришна говорит Ачарья — Манбиджани — Я, что Я и есть Ачарья. И кто это изначально Ачарья? Это Шимати Радарани. Поэтому они блюдают таким образом, что они. Она источник всей силы, всего могущества, всей потенции. Продолжение следует. Продолжение следует... Гурма Харадшин процедировал стих из Брахма Самхиты, где описывается то, что Дурга, повелительница иллюзорной энергии этого мира, ей поклоняются многие жители этого мира, но она, как самая возвышенная, кто-то даже поклоняется как самой Верховной Личности Бога, тогда как на самом деле она действует под руководством Господа Кришны, ради его внутрения. И вот этому Господу Кришну в образе Гавинды я поклоняюсь. То есть это Брахма Самхита. Понимаете? Спасибо. 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 Несенима Кабача? Несенима Кабача? Несенима Кабача. Сколько раз он мне писал и спрашивал, что он всегда не смеял Кабача. Несенима Кабача. Несенима Кабача. Не смеет. Соединения и его умел. Один непростоят вастрим, он может сказать, Вишна. Это не правильно. Один непростоят, интеллектуальный человек может сказать, Вишна – это правильно. Он говорит, что уханту самапуннам, both of same value, give you same virtue, because your mood is right direction. Он говорит о том, что произношение абсолютно не важно. Глупый он может сказать вишнаё, что неправильно согласно. Это неправильное слово, неправильное произношение. А мудрый может произнести вишнаве, но и то и другое приносит равный результат. Господь всё принимает, поскольку самое главное здесь – это умонастроение, которое мы произносим. Но тем не менее повторять правильно тоже необходимо. То есть говорят, что когда повторяют Кришна Рама и неправильно повторяют, то есть вызывают другому Богу. То есть это повторяет Рама? Он говорит, что в то же время мы должны поставить слово, чтобы повторять правильно. Он говорит, что кто-то говорит, что если мы повторяем Кришна и Рама то есть мы называем другого Бога, и мы получаем друг друга, и мы получаем друг друга. Кто это говорит? Это шастра. Бхаб. Муд. Муд. Кришна и Рама. Рама means Radhika, Рама, Рама. Рама means Radhika, Рама, Рама. Кришна… Опять мы наХяз raison. Нер Nam weather. Правильное. омерное. Что спасибо? Или обычное Fashion? Так какуюасть знакомую паручку. Вот этот кришна. Подправленные люди без вести слов, они не могут руссказать или эти специалисты. Вы пом pontы собрать с Вырхами. Бхога. Это Бхога. Правильно? Тогда я буду говорить Бхакти. 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 Я могу сказать вам все пространства. Ганган. В каждой стрессе пять ошибок. Минус пять ошибок. Я могу сказать вам, что это не так. Вот. Это был точнейший вопрос для Кали-юги Бога. Во-первых, Вурадев ответил на то, что Субхак Прабу сказал, что насчет того, что если мы неправильно произносим, то мы можем взывать другому Богу. Вурадев сказал, кто вам такое сказал, где вы такое слышали. Только что же я вам процитировал Шастру, что самое главное это умонастроение, с которым мы воспеваем. И был уточняющий вопрос, что это именно благо такое Кали-юги. То есть Кали-югу мы можем так воспевать, и здесь главное умонастроение. И если вообще разбираться в этом, то все здесь, кто находится на западе, западные преданные, никто из них не воспевает вообще правильно. Они вместо Бхакти говорят Бхакти, и вместо Хари Кришна. То есть в каждом слове будет по пять ошибок, поэтому это не так уж важно. Это не возможно. Но что делать? Они не могут повторять так. У них язык изначально не поворачивается так. С детства. Они даже занимают позицию Гуру, и по-прежнему они не могут произносить это правильно. Есть еще вопрос по поводу правды. Есть наставления в частях, что нужно говорить правду. И этот стиль жизни. Но в то же время Шастра говорится, что Будда пришел, и он обманул людей. Сказал, что Бога нет, что все пустота. Потом пришел Шива и сказал, что пустоты нет, есть ты Бог. Ну то, что все знают. Как вот в этом контексте определить, что именно является правдой или истиной? According to Shastra, we always should be truthful. We should always say truth. But in the same time we can see as Buddha... Truthful based on Krishna. Krishna is embodiment of truth. Whatever you do for service of Krishna, it is truth. It will be truthful. То есть как это правильно понимаешь? Противость, она основывается на Кришне. И все то, что мы используем и говорим ради служения Кришне, это и есть высшая истина. Да. Because today you say, listen, listen. Today you say your age is 50 years old. Tomorrow 50 years is one day. It's not truth anymore. То есть сегодня вы вдруг заявите, что вам 50 лет. Но завтра вам уже будет 50 лет и один день. Truthful. Истинный. 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 То есть сегодня вы скажете, что у тебя все хорошо, а завтра ты уже отрежешь себе палец и это уже нельзя сказать, что у тебя все хорошо. Духовный мир, он полон трюков и загадок. Поэтому, Бхагаван, он олицетворение всей истины, всей правды. И все, что от нас требуется, это принятие правды. И в этот век принять Господа Бхагавана, это означает воспевать Его имя. Вот как Трилла Чан, он зафиксировал свою ум. Он воспевает всю жизнь, и посвятит этому всю оставшуюся жизнь и пожертвует Ему, всю жизнь ради служения. Правда, Трилла Чан? Я хочу убить мою смерть, 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 смерть. Нет, смерть будет убить, никто не убит. Наша реализация будет убить. Трилла Чан говорит, для того, чтобы это было право, что Вы говорите, пожалуйста, устраните все сомнения, которые у меня есть. Городов говорит, что Ваши сомнения никто не в силах разрушить, кроме Ваших реализаций. То есть Вам нужно практиковать, к Вам будут приходить реализации в Вашей практике, и эти реализации будут устранять все сомнения. Маун. У меня вот два укоса. Один укос такой, что бывает часто, мы видим, что умонастроение преданных такое, что я и мой Гуру. Вот они стремятся именно конкретно Гуру удовлетворить. Все делают люди, но другими преданными как-то так пренебрегают, или вообще не стремятся общаться с другими преданными. Они становятся друг к другу, и они становятся друг к другу. Все происходит из-за того, что у них неправильное понимание Гуру Таттва. Потому что изначальный Гуру – это сам Кришна. Правда? Теперь вопрос о том, к которому мы можем связаться, близко связаться, создавать службу для Кришна, кто-то как-то. Таким образом мы выбираем наш Гуру. с помощью Кришны. С помощью Кришны мы выбираем того Гуру, который дает нам то окружение, благоприятное окружение, того монстры, которым мы обладаем, для того, чтобы достичь в конечном итоге этого же Кришны. Сегодня мы выбираем Гуру с опулентом. Сколько дескопов они имеют, сколько центров они имеют. Таким образом нет возможности. Таким образом, они борются с опулентом, с такими опулентом. Номерами, здания. Но в сегодняшние дни эта идея практически утрачена, и люди выбирают себе Гуру из каких-то внешних факторов. Они смотрят, насколько богат этот Гуру, сколько у него последователей, сколько храмов. И таким образом они утрачивают эту возможность служить, потому что все, что они делают, это сражаются за вот эти материальные блага, материальную собственность и так далее. Таким образом, большинство Гуру, для того чтобы поддерживать свой статус, они все время как будто заняты. И ученики, они так наивно думают, что, о, мой Гуру Дев, он так занят служение Господу, что он не может прийти сюда к нам, дать нам свое общение. Это не только Гуру. Это не только Гуру, но и наш fault тоже. Мы должны принимать Гуру через видение Кришна. Но в этом нету как бы вины только Гуру. В этом есть также и наша вина, поскольку мы должны принимать Гуру через ту призму видения, которую дает нам Кришна. Прежде всего нам следует молиться Кришне, чтобы Он дал нам истинного Гуру. И тогда Кришна проявит нам Его изнутри, из сердца. Но вместо этого, что мы делаем? Мы ищем Гуру через каких-то агентов, ну, в смысле, как есть представители, да. Или через рекламу. Мы привлеклись к тем или иным Гуру, потому что у него реклама про себя. Именно поэтому, что это настроение неправильное, есть неправильное понимание таттвы, и возникают эти конфликты. Они думают, о, у меня Гуру, они имеют 100, 200, 300 центров. Он огромный Гуру. То есть они смотрят, что, о, вот это, наверное, истинный, большой Гуру. У него 200 или 300 храмов по всему миру. Если опуленс, make ourselves Гуру. Then Bill Gates is the biggest, biggest Гуру. Если бы богатство делало бы нас Гуру, тогда Белгиец это самый лучший Гуру. Они Ламбани в Индии, они большие Гуру. Они Ламбани, Лакшми Миттаг. Или Лакшми Миттаг. Это самые богатые люди этого мира. They are richest men in the world. They are richest men in the world. They are big Guru. То есть если бы это богатство делало нас Гуру, тогда вот они бы были лучшими из учителей. So when and who, whoever accepting Гуру through the right process to pray to Krishna, Krishna reveal their heart, they accept Гуру, then no problem. Поэтому те, кто обображает так Гуру через истинный метод, который был явлен самим Господом, у них нет на пути никаких проблем. У них нет никаких конфликтов или вот этих тенденций, кучка латса, какие-то. Прабхупада accept Гуру, Гуру Кишаказапа. He has no temple, no opulence. Мы можем видеть, как Шива Прабхупада, он принял Гуру, Шива Гуру Кишаказапа с Бабаджи Махараджо, у которого не было ни храмов, ни центров, ничего у него не было. There is no problem. И у него не было и проблем. Да. Вопрос, я как бы не это имел в виду. Пробуй вот, давайте по чуть-чуть говорить и переводить. Ну, Гуру Дев, я когда начинаю переводить, Гуру Дев часто просто начинают уже отвлезать, они дослуживают это. Вопрос был в том, что удовлетворен ли Гуру Дев, когда преданные, именно служат друг другу, просто бывает, я же говорю, что настроение такое, что я и мой Гуру, и все, то есть больше ничего вокруг. Вот. А другие, то пренебрегают друг друга, то есть не ищут саду санги общения друг с другом, то есть удовлетворен ли таким положением в Гуру Дев или нет? Я и мой Гуру, они не смотрят за саду санга, даже если они не хотят саду санга, они не хотят саду санга, Гуру, реальный Гуру, Ачария саду санга, когда мы такие тенденции. Он говорит, я не могу сказать за остальных, но лично я неудовлетворен, когда такое происходит. Я не знаю про остальных. Скажите, вот история с Мандали Муни и когда его посадили на кол, это было превышение полномочий у Ямража? Мандажи? Мандали Муни. Мандабриси, они подошли на кол, он спросил о Ямража, что это означает, что он, как сказать, это... Мандабриси, когда он 5 лет, он взял дракон, он просто подошел в него, у него чутьочки, он взял с того, что он был приемом, что зафять Estamos. Он было тременно в беде, что он без жидко. Он был разливados. На такие тенденции Ямраж, он гражданин, он дал его приказ. чтобы сидеть в большей части. ШУЛ. ШУЛ значит, что есть инструмент, который очень широк на верху. Он сидит там. Мандаврисы спросили, «Почему вы даете мне такой жаджем? Почему вы даете такой жаджем для меня?» В этом году Мандаврисы спросили, «Я делал это, когда вы были 5 лет». Мандаврисы спросили, «При 5 лет назад я был виновен, я сделал это. Это значит, что это мой преступник? Когда я был виновен?» Ямраджи сказал, что все должно быть равным преступлением, не знаю и не знаю. И Мандабры сказал, что я курсу. Я курсу. Вы должны пришли к материалу. И после того, как Мандабры сказал, что Ямраджи пришли в форме Бидуру. Но из-за того, как Мандабры сказал, что Ямраджи не имеет права? Он не имеет права. Он не имеет права. Он не имеет права. Это только Ямраджи знает, но я не знаю. Ямраджи Дхармаватар. Он был принят в Господь. Но Господь говорит, что Он курсу. Ямраджи не знает конкретно вопроса. То есть превысил ли Он полномочия. Это только Ямраджи знает. Ямраджи Он преданный Господа. Но вместе с этим Он рассказал всю историю Мандабариши. Как это произошло. Что Он еще когда был маленьким ребенком невежественным. Он ничего не понимал. Он взял стрекозу. И ее проткнул иголкой. И она там летала. Складывая салонкой. И так Он игрался в детстве. И потом, когда Он вырос, И в итоге Дхармарадж, Он посадил его на пол. И тогда Он спросил, почему ты так поступаешь со мной. И Ямрадж ему ответил, что из-за того, что ты в детстве поступил так, и ты должен получить соответствующее наказание. То есть это как закон справедливости. И Он говорит, но Я же тогда был невежественным. Он говорит, все равно ты должен повести наказание. И Он его проклял в ответ, этот Мандабариши, он проклял его, что за это ты должен будешь родиться на земле. И Он после этого проклятия явился как ведура. С того вышедшего времени, по-моему, закон вышел, что начинает действовать карма с 14-16 лет из-за этой ситуации. Да. Правда, из-за этой ситуации появилось, что карма начинает влияние на человека, когда он был 13-14 лет. 10 лет. 12 лет. 12 лет. 12 лет. Потому что в этой ситуации. Я не знаю, потому что в этой ситуации. Вердер не знает из-за этой ситуации или из-за этой ситуации, но факт такой, что когда человек достигает 12-летнего возраста, тогда на него начинает влиять его собственная карма. А как тогда дети могут родиться, ну не знаю, там, слепыми, без руки или что-то такое? Да. Но на самом деле, мы видим, что дети иногда имеют какие-то проблемы из-за этой ситуации. Например, кто-то благословит... слепыми. 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 Да, да. Слепыми. 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 Так как это, это было предназначение, карма. Но это карма уже прошлой жизни. То есть, мы получаем за рождение, и самостоятельно. Слепыми. 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 Мандавише сказал, я сделал ошибку, когда я был вносим, поэтому вы мне даете такую панесу? Слепыми. Это означает, что панесу должно быть не так. То есть, именно поэтому, то есть, наказание будет, но оно будет не полноценно, потому что это такой возраст, но нет еще полной осознанности, и поэтому Мандава Риши, он сказал, что неужели это мое наказание, и Ямраше ответил, что да, но этим он хотел показать, что в этот момент мы не осознаем того, что мы делаем, и наказание не может быть в полной мере таким же, как мы его, то что мы сделали. Именно поэтому он и профил Ямараджа. Говорится, что цинитальное знание можно понять только из шуда сатвы, то есть когда сатане утверждено вот в этой гуне, да, и вот если вот человек не поднимается к бравому курту, там не повторяет шестнадцать кругов, да, и не стремится, то можно сказать, что он развивается духовно, или он развивается духовно, то есть если его сознание гортится только в страсти и в невежестве, то есть получается. То есть если он говорит, что трансцендентальный знание мы можем понять только на уровне шуда сатвы, но если кто-то не поднимается в форме и не изменяет его шестнадцать кругов, и в то время он будет вакуапать и делать его практику, то есть мы можем сказать, что он идет вперед в его спиритическом практике, или нет? Вопросы исследований мы можем получить только из него шутсата, и если кто-то не стоит в раке, не заставляйте во время бравому курту, не объем на своего афорта, не высота, а не ослабляет ни одного аппуа Возвращаясь к этому уровню, когда он везет в таком уровне, он везет в саданах, но в мид-день. То есть, мы говорим, что он идет в спиритическом практике? Первое, мы должны знать, что у человека, из-за лазинства, он возглавляет от лазинства, или нет? Если это не лень, то для здоровья, если он не может встать в早еньшем, то все хорошо. Тогда это уже будет неприменимо. То есть, есть много различных ситуаций, условий, на которых мы пребываем. И об этом все зависит. Бхакти, мы должны обсуждать, чтобы практиковать довольный путь, мы должны не дать никакого удовольствия для наших лень. Для того, чтобы продвигаться на пути преданности, нам нельзя как-либо вообще оправдывать свою лень. Лень, она бесполезна, она разрушит нашу жизнь. Ты лень? Я знаю, когда ты проснулся. Я знаю, что ты делаешь сегодня? Батч? Нет. Может быть, 7.30, 7.40. 7. 7. 7. 8. Я знаю. Он для тревожки на это не касается. Он больной. Но им мы не позволим. Сколько вы проснулись? Шесть, шесть, тридцать. У него все хорошо. Выдем не в этом. Нам нужно стараться просыпаться перед восходом солнца. Почему? Потому что до солнца, почти два часа, два часа и двенадцать минут до солнца. Это называется Сотта-юга, это время для медитации. Почему? Потому что вот это время, два часа двадцать три минуты до восхода солнца, это как Сатья-юга, это самое лучшее время, благоприятное время для медитации. Понимаете? Аруна-дой – это восход солнца. До, до. Аруна-дой – это время до восхода солнца? Или до солнца? Да, до солнца. Ага. Аруна-дой – это период, который два часа двадцать четыре минуты до восхода солнца и непосредственно в этот момент восхода солнца. Должен называется Аруна-дой. Найто – как? Нurmала хорошо… Нazzi уж плохо я пока не д prostю смысла этогоGo lah! Мы все finding, что spannend! Аруна? Аруна, не спорт нигмalle-дой. клосца-бартнень. Клим – это недо Автором, Аруна – это когда all это было? Вack-барни resource. Аруна – это время латвия в солнцу. Мы глубоем Отв Time в и whenmo. Мы должны рассчитывать на основном основном основном. В Сен-Петербурге, если мы идем туда, они не знают. Поэтому мы должны думать, что мы любим Махапрабхи, мы должны думать о родственном роде Ларха Чайтана. Я сказал, что у нас летом восход солнца в 4 утра, а заход в 9, то есть даже плюс-минус какое-то время. Гурадев говорит, что мы же последователи Махапрабху, поэтому нам нужно все решеты делать согласно той земле, на которой Махапрабху жил. Потому что если мы поедем в тот же Питер или куда-то еще севернее, то там вообще нет ни захода, ни восхода, а по полгода. Как? Почему? Махапрабху и вы? Да. Я спросил, а что на шептика дышит? Как Макка. Макка. Мусульм. Мусульм. Мекка. 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 Ага. То есть я спросил, что касается икадыши, то есть относится ли это к икадыши, что мы должны высчитывать согласно земле Махапрабху, как моего последователей. И Гурадев сказал, если здесь нет местных каких-то расчетов, как следовать икадыши, тогда, конечно, нужно следовать по расчетам, ну, согласно мою пуру там. А я сказал, ну, они как бы тут есть, но большой вопрос, кто их делал, как их делал, есть ли у них квалификация. Тогда Гурадев ответил, что нужно следовать за теми, кому вы доверяете. Я сказал, что мы доверяем Гурадеву Махапрабху. Вот, и Гурадев еще привел пример в этой связи. Мусульмане, у них уже там Мекка происходит. Каким образом? Они когда видят Луну, вот это момент, когда они начинают поклоняться. То есть где бы они находились, что бы не происходило. Вот это момент, когда они ее видели, они в этот же момент начинают поклоняться. Игра говорит, что многие не поняли, о чем сейчас идет речь, но Гурада говорит, Вы понимаете, что это? Макамуни? Макамуни, вы понимаете, о чем вы понимаете? Поэтому Грубевка советует привлеченно обратиться к тому, кто понял. Макамуни понял, к которой остались вопросы, поэтому по-другому... Ну, кажется, нет серьезных вопросов. Выдвели так, что у вас нет каких-то серьезных вопросов. Просто, из-за внимания, они спрашивают что-то. Куда ты экспоэксиданта, апосиданта, кусиданта? Сидданта means, whatever coming from sastra, through guru, это сидданта. Апосиданта, whatever coming from our mind, not matching sastra, это апосиданта и курсиданта. И есть разные курсиданта, или это все? Ку. 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 « Я спросил такой вопрос про Сиддханта, Аппо Сиддханта, Аппо Сиддханта и Аппо Сиддханта, то есть что означают эти слова, какая разница. Вот я сказал, что Сиддханта это то истинное знание, которое приходит нам через шестры Гуру. Аппо Сиддханта и Аппо Сиддханта это одно и то же, это просто наши спекуляции ума, которые не совпадают с заключениями Священных Писаний и Ачарья. И я уточню, есть ли разница именно конкретно между Аппо Сиддханта и Ку Сиддханта, то есть какие-то разницы. И Ку говорит, что это то, что противоречит истине, что-то неприятное, плохая Сиддханта, неправильное заключение. И Гурадев начал говорить, это те слоги, которые, ну, это как бы слоги нашего родного языка, мы точно знаем, что это означает и он в этой связи вспомнил, как недавно к нему пришли последователи, такие новые последователи Мадхава Ачарьи, да, которые утверждают, что там випинамша джива, там какие-то моменты, что у нас такого нету в нашей Сиддханте, вот, но на самом деле в нашей Сиддханте все это есть, да, Кришна Вам говорит, что все дживы, они принимают рождение в различных телах, но в конечном итоге, да, пройдя через эти миллионы жизней, там, миллионы, там, каких-то различных страданий и всего такого, они возвращаются ко мне. И это, ну, Гурадев привел несколько шлок, да, где это утверждает Кришна, что в конечном итоге они все приходят ко мне. И таким образом эти люди, они просто набираются вот этих умных слов, цитируют их, но даже не понимают, о чем речь. То есть таким образом они пытаются выставить себя как каких-то ученых, бандитов, тогда как на самом деле они такими не являются. Поскольку истинный бандит это тот, кто знает сердце Гуру Варги. И в конце, когда Гурадев на этом закончил, я его спросил, что означает, как познать это сердце Гуру Варги, сердце Гуру Дева. То есть, да, то есть, что это означает, что это познать шастру через Гуру Варгу под их руководством. И как это сделать? Это через воспевание, выполнение их наставлений, таким образом получение их благословений. Багалат, ван. Может уже закончим, вроде бы отдохнет перед дорогой? Он сюда пока присад принесет. Он отдохнет пока. Да иван, противить, что сидит засыпает. Рест. Ну, досуги. Вот, пробую. Рест. Рест. Пойдем. Сылья, сходно, сылья, сходно. Если есть у провода какие-то еще сылья, сны. Вактай, вактай. Вы знаете? Когда мы едем? Ну, хотят всех накормить, и потом будем уже ехать. После Прасада, мы можем начать. Ну, если хотят, мы вот только что, буквально сейчас из Прасада уже встали. Это реализация. Может быть уже. Сибилизация. Мы начнем с вашими рекордами. Реально? Вау! А? Рекорд, да? Вау! Смотри. Онлайн. Онлайн.